Всем привет! Дозвездились FM снова на проводе, а это значит, что я, Евгений, вам подготовил новый интересный выпуск, поэтому смотрим, комментируем и, конечно, присоединяемся к нашему замечательному комьюнити. У меня, как всегда, для вас очень интересный выпуск, поэтому давайте сразу пронесемся по новостям. Всем желаю хорошего самочувствия и приятного просмотра. Погнали! А начну я сегодня, точнее, продолжу с Ларисой Долиной и всей этой истории с ее квартирой, как ее обманули. Во-первых, по делу о мошенничестве с квартиры Ларисы Долиной арестована 53-летняя женщина-курьер. Значит, она якобы передавала деньги преступникам. Общий ущерб там уже 200 миллионов и даже больше. Значит, мошенники якобы связались с Долиной, убедили ее перевести деньги. Убедили, запоминаем, да, как личные сбережения, так и сумму от продажи квартир. На якобы безопасные счета, ну, чтобы их не потерять. Ну, в общем, передать просили курьеру. И тут, конечно, много вопросов, да. Во-первых, у меня вопрос, а Лариса Долина как вообще себе это представляла? То есть, представляете картину, вам звонит какой-то неизвестный человек, говорит, вам срочно нужно продать квартиру, иначе я вас ее отберу. И вы сразу начинаете в панике быстро ее продавать, и приходит какая-то женщина-курьера, отдаете все деньги, да? Так это, получается, выглядит. Какая-то странная история, если честно. Вот звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что Долина сможет вернуть деньги за эту квартиру, если, конечно, докажут, что она никому не передавала ее, и никто не не действовал от ее имени. Покупатели будут подавать в суд на продавца, а не на Ларису Долину. Но это будет, конечно, сложно. Ну, в общем, товарищ Добровинский говорит, что да, все получится. У меня нет слов, честно. Какая-то странная мутная история, в ней много всего не договаривается, и много вопросов без ответов, понимаете? Ну, как это вообще все возможно? Окей, мне казалось, хорошо. Если звезды, люди, артисты, они там не очень умны, да, то для этого у них есть деньги, чтобы нанять себе того же Добровинского, который все это сделает как нужно. То есть профессиональные люди, у каждого же уважаемого себя артиста, у которого куча бабла, есть рядом адвокат свой, какой-нибудь там финансист, банкир, я не знаю, который всегда все объясняет. Как так получилось, что у Ларисы Долиной все это украли, мне непонятно. Очень много мутной воды здесь. Ну и еще важный момент, который я хотел отметить, вот я делал шорс-видео, и вообще об этом вчера еще начал говорить, почитал комментарии, и хочу сказать, что ну вот как-то из Украины люди по понятным причинам вообще не сочувствуют Ларисе Долиной. Тут без комментариев это ясно и понятно, почему. Но я обратил внимание на то, что люди из России тоже не особо-то сопереживают Долина, а это говорит о многом. Лариса Долина, призадумайтесь, видите, как бы вы там ни старались включать свой режим на максимум патриотизм и нализывать власти, видите, люди все равно вам не верят. Ни с одной, ни с другой стороны. Вот как-то так. А еще, конечно, многие стали обращать внимание на дизайн этой квартиры, захейтили, сказали, что это полная безвкусица и просто вырви глаз. И тут же Анастейша Волочкова выпрыгнула из своего чана-бани и всем раздала люлей. Сказала, что это никуда не годится. Кто посмел критиковать убранство вычурной квартиры Ларисы Долиной? Мол, эти люди сами живут в трущобах, а что-то еще говорят. Цитирую Анастейшу Волочкову. Ларисе Долиной респект за все, что она сделала для России и делает. Нужно меряться, ребята, в этой жизни ни размерами квартир, ни размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное оставаться людьми при любых обстоятельствах. И вообще, сами живете там в трущобах, а что-то еще тут рассказываете. Ну вот как-то так. Пока что все новости касательно всей этой истории. Если у кому есть что добавить, пишите, с удовольствием выслушаем. Новое исследование для любителей кофе. Говорят, что кофе не можно пить сразу после того, как вы проснулись. Вот как только вы выпиваете сразу чашку кофе, то кофеин сильно повышает уровень гормона стресса. Говорят, что идеальное время это после того, как вы проснулись, час прошел, и не больше двух чашек на день. Максимум три, не больше, но только через час после пробуждения, и никак не раньше. Ну и конечно же, не на голодный желудок. Не забудьте позавтракать, это важно. Как вы пьете кофе? Напишите мне, на голодный желудок? Или все-таки сначала завтракаете? Петр Чернышев впервые появился на публике после смерти Анастасии Заворотнюк. Он до сих пор не снял обручальное кольцо, и конечно, видно очень, что он мучается, переживает, страдает. Он действительно ее любил, и вот до конца ее дней был с ней. Это на самом деле очень похвально, так должно быть, и он только вызывает уважение. Потому что, как вы знаете, очень многие люди, неважно мужчины, женщины, в таких ситуациях, как правило, начинают паниковать, стрессовать и просто куда-то убегать, потому что не понимают, как себя вести. Он же проявил себя с лучшей стороны. Очень жаль, конечно, что так получилось, что Анастасии Заворотнюк нет. Но муж ее, конечно, молодец. Хореограф Сергей Шестиперов, он же Мигель, как его многие именно узнают, говорят, что проиграл в суде именно свое имя Мигель. Ранее он решил запатентовать товарный знак Мигель, но, как оказалось, что бренд Мигель занят пятигорским продавцом шуб. Естественно, Мигель, он же Сергей, подал в суд, но, тем не менее, проиграл. Так что теперь не получится ему присвоить себе это звание. Не знаю, как его теперь воспринимать, как Сергей или все-таки как Мигель. А вот и появились первые фотографии Рианы в рекламе легендарного аромата J'adore Dior. Помните, я вам говорил, что она заменит Шерли Стерон? Ну, чтобы не скучали, давайте оценим, посмотрим. Напишите свое мнение. Как вы считаете, удалось ли Риане как-то гармонично ворваться в эту рекламу? Я уважаю Риану, она мне нравится, я к ней очень положительно настроен, но все-таки хочу сказать, что конкретно в этом парфюме почему-то вот я не вижу ее. Вот не могу это объяснить, но вот как-то понимаю, что она сюда как-то вошла случайно, что называется, не в ту дверь. Вот Шерли Стерон, она была идеальна. Это не потому, что она должна там вечно быть. У нас много других замечательных, прекрасных артисток, актрис, знаменитостей и так далее. Ну вот как-то не знаю, может привыкну со временем, а вы как думаете, вписалась в это все Риана или все-таки нет? Первая премьера нового фильма Тима Бертона «Битл Джуз, Битл Джуз» уже состоялась в Мексике. В сборе весь актерский состав, как вы можете видеть, вместе с режиссером, исполнительницей. Главная роль, если кто-то вдруг не знал, Джена Артега, Моника Белуччи, Майкл Китон и Джастин Теру. Прекрасно, замечательно, ждем, ждем, я думаю, это будет очень интересно. А Канни Уэст сказал, что очень хочет, чтобы Бьянка Цензори, это его нынешняя жена, родила идеального ребенка. Значит, инсайдеры, приближенные к этой парочке, пишут, что главная причина, по которой он начал встречаться с девушкой, это ее ДНК. Канни собирается получить точную копию себя, правда, пока что у них не получается зачать ребенка естественным путем, поэтому они собираются делать это с помощью ЭКО, как вы догадались уже. Но он уверен, что получится идеальный ребенок. А вообще, мне кажется, что для любых родителей их ребенок и есть идеальный. И это абсолютно нормально. Тут как бы не прикопаешься. Или вы со мной не согласны? Помните, я вам рассказывал, что Андрей Разин неугомонный, все судится и судится. То при жизни доводил просто до смерти, таки довел Юрия Шатунову за права этих песен. Теперь вот он потом после его кончины продолжил судиться с его семьей. И вот так, в общем, очередной суд принял решение, что все-таки семья Юрия Шатунова будет обладать правами и дальше на все песни. Но, как вы понимаете, неугомонный Андрей Разин, конечно же, не остановится на этом. И он будет дальше продолжать терроризировать эту семейку. Ну, потому что у человека, видимо, больше жизни с других занятий нет. Это печально за этим наблюдать. Зато вот Андрей Разин вдруг неожиданно. Обычно он на всех нападает, а тут встал на защиту Павла Дурова. Значит, он накинулся с обвинениями в сторону Андрея Малахова из-за семейной драмы Павла Дурова. Значит, как вы поняли, Андрей Малахов, я так понимаю, создал там очередную передачу, посвященную всей этой суете насчет детей Павла Дурова. И, в общем, Андрею Разину это не понравилось. Он посмотрел и решил высказать свое фе. Цитирую. Падальщик. Сейчас он нашел новую жертву Павла Дурова. И этот падальщик, он же Андрей Малахов, начинает наносить удар по Павлу. И эта провокация, которую он готовит, снимает шоу матерью его детей. Паша, мы с тобой. Боже, Андрей Разин, вы знаете, с такой подмогой никаких врагов не нужно, знаете. Точнее, никакого прокурора в суде не понадобится с такой защитой, как Андрей Разин. Ты разберись в своей жизни и просто оставь уже всех в покое. Первую в мире вакцину от аллергии на пыльцу и орехи начнут испытывать уже этой осенью. С помощью этого препарата все аллергики смогут избавиться навсегда от этого ужаса. Всего-то за 3-5 инъекций. И это чудесно. В случае успеха этот препарат будут поставлять в больнице. Также эту вакцину можно будет применять, чтобы предотвратить аллергию вообще, в принципе, в будущем. И это хорошая новость, потому что мы знаем, что с аллергией у нас очень многие люди борются. Причем она может появиться абсолютно, как я понял, в разном возрасте. Если у вас там сегодня не было, она может появиться. Недоведи Господь никому этого не желаю, но это круто. Я за такие вот открытия и желаю только успешной, конечно же, им дальше работы. У мужчины не стало жены в Диснейленде. И он не может подать в суд на Дисней. А причина, потому что 5 лет назад он оформил бесплатную подписку Disney+. И во время получения пробной подписки он согласился, что все большие иски будут решаться через индивидуальный арбитраж. Это не правительственный суд, где корпорации легко выигрывают дело, как вы догадались. А дело в том, что его жены не стало из-за аллергической реакции после ужина в ресторане Диснейленда. За неделю до трагедии он купил билеты через приложение My Disney Experience, которое тоже запрещает ему подавать в суд. И вот, к сожалению, к чему это привело. У женщины была аллергия, и он не может теперь судиться. И это просто кошмар и ужас. Как жаль, что эту вакцину от аллергии еще не пустили в дело. А вообще, конечно, ничего удивительного, с такими корпорациями огромными невозможно судиться. Они тебя просто уничтожат. Мадонна по традиции, как всегда, прилетела в Италию, чтобы отпраздновать свой день рождения. Напомню, что в этом году королеве шоу-бизнеса поп-музыки исполнится 66 лет. А сопровождал ее новый бойфренд, 28-летний Аки Моррис. Многие, как обычно, ее захейтили, осудили. А я еще раз хочу заступиться и сказать, а почему нет? Ну вот почему какая-то странная ситуация? Как только мы видим какого-нибудь, я не знаю, старого деда-миллиардера, и с ним какая-нибудь внучка, да, то все окей, как в порядке вещей. Когда у Мадонны какие-то молодые парни ее постоянно хейтят, говорят, бабка сошла с ума и так далее. Да какая вам разница? Живет свою лучшую жизнь, доказала всему миру и себе все, что только могла. Она уже живая история, поэтому пусть живет и наслаждается. Я желаю ей только всего хорошего. Вот честное слово. Тем более, если парень сам захотел, неважно, там за деньги, не за деньги, это уже не имеет значения. Мадонна очень умная, поэтому все нормально будет. Не проимайтесь, это не Бритни Спирс. У Мадонны все под контролем. Анджелина Джоли не только с Брэдом Питтом вечно воевать собралась, тут она, оказывается, еще отказалась от родного отца. Недавно она приняла решение исключить своего папу, Джона Войта, из своей жизни. А причиной этому стало нарушение важного для нее правила. Не высказываться о семье в публичном поле. Но, как вы догадались, он этот момент нарушил. Их отношения, как вы знаете, уже неоднократно переживали кризисы. Но в последнее время оказалось, что недопонимания между ними уменьшились. Раньше даже появлялись слухи о том, что Джон и ее отец поддерживали свою дочь Анджелину Джоли в ее конфликте с бывшим Брэдом Питтом. Но теперь все вернулось на круги своя, и Анджелина полностью прекратила общение со своим папой. Причины, по которым Джон снова нарушил ее границы, остаются неясными. Несмотря на то, что Энджи четко дала понять, что не желает, чтобы он обсуждал ее личную жизнь. Но он продолжает открывать свой рот, ей это не понравилось. И она сказала, папа, реведерчи, навсегда исчезни из моей жизни. В Барселоне запретили пользоваться Aeron BNB. Представляете, города Европы делают это на фоне растущих цен на аренду жилья. В Испании это уже даже довело до протестов против туристов, потому что их винят в раздутии рынка. А как же теперь бронировать жилье в Барселоне? Что происходит? Ребята, кто там в Барселоне, напишите, пожалуйста. Это правда или это только хотят так сделать? Потому что я когда был в Барселоне, я там был один раз. Мне довелось побывать в этом прекрасном городе. Я как раз бронировал через Aeron BNB. А Марк Уолберг, который прекрасно выглядит в своем возрасте, он вообще так тренируется. Он машина ходячая, я просто жму ему руку, у меня так не получается. Он реально крутой. Оказывается, он пять лет еще удалял лазером татуировки со своего тела. И сравнил этот процесс по степени боли с тем, как раскаленный жир от бекона капает на кожу снова и снова. Оставил только одну татуировку имя жены на безымянном пальце. Поскольку обручальное кольцо из-за съемок он носит не всегда. Очень мило и трогательно. А вообще он, конечно, красавчик. Выглядит потрясающе. Респект. Так, вернемся ненадолго к этим марафончикам, коучам и так далее. Значит, Аяз Шапутдинов. Помните, его там сейчас судят. И ему продлили арест еще до 16 октября. Очередное решение вынесут. Значит, следствие возбудило еще 22 уголовных дела по факту мошенничества, которые могут быть связаны с ним. Об этом, по крайней мере, утверждают следователи. Если кто-то не знает, его обвиняют в 92 эпизодах мошенничества. Ну, а вину, конечно же, он не признает. Как-то от Аяза и Блиновской отвернулась вселенная. Слушайте, мне так часто попадаются видео разные. Там в ТикТоке, в Инстаграме, как спрашивают прохожих девушек, блогеры, я так понимаю. Сколько денег нужно для того, чтобы вы там встречались с парнем? Ну, сколько в месяц он должен зарабатывать? Это в Украине. Вот девушки из Хмельницка сказали минимум 15 тысяч долларов. Хочется, конечно, сказать круто, это замечательно. Я всем желаю, чтобы все зарабатывали минимум 15 тысяч долларов, а лучше еще миллионов долларов. Но у меня один вопрос. Где они ищут таких мужчин? Где такие зарплаты вообще? Скажите мне, я устроюсь туда на работу с удовольствием. Мне очень хотелось бы зарабатывать минимум 15 тысяч долларов. Ну, круто, слушайте. У каждого свои запросы, у каждого свои требования и восприятие этого мира. Значит, где-то находит. А вообще, конечно, хочется сказать всем, вы просто помните, что, безусловно, конечно же, есть в каждой стране люди, которые успешно зарабатывают, бизнесмены и так далее. Но на всех таких не хватит. Может быть, нужно немножечко реально смотреть на жизнь. Роза Себитова всем сказала девушкам, чтобы они обязательно читали сказку, а конкретно Золушку, чтобы найти себе жениха. Она считает, что сказки абсолютно все содержат инструкцию по поиску идеального партнера. Какая интересная логика, особенно Золушка. Да, Роза, именно вот как в Золушке у всех в жизни и произойдет. Конечно, вероятность такая есть, но она одна на миллион, понимаете? Не все могут стать Золушками. Вот давайте так, я вам задам вопрос. О вашем окружении. Наверняка у вас есть много девушек, подруг, там, одноклассниц и так далее. И вы знаете, как там сложилась их судьба или складывается. У всех сложилась судьба, как у Золушки. Вообще, на моем канале есть такие девушки, у которых сложилась судьба, как в сказке Золушка. Мне хочется просто узнать. Я всем, конечно, этого желаю, чтобы каждая встретила жениха, принца, и чтобы он зарабатывал не меньше 15, а лучше и 150 тысяч долларов. Но, мне кажется, не всем так везет. Может, я ошибаюсь? Ну, хотелось бы. Иосиф Пригожин раскритиковал всех людей, россиян конкретно, которые набросились на Максима Галкина. Напомните всю эту историю. На концерт Галкина пришел человек в первый ряд. 200 евро, по-моему, он заплатил за этот билет. Неплохо тогда, чтобы сообщить Галкину, какой он там нехороший человек. И всякими матерными словами вот ему там начал говорить в микрофон. Максим Галкин, конечно, искрометно, как обычно, вышел из этой ситуации, потому что человек умеет владеть словом. Мужчина этот показал просто, как может выглядеть любой человек, который пытается таким образом себя вести. Ну, кто-то, увидев эту всю историю, сказал, что мужик красавчик, молодец. Большая часть, слава богу, сказали, что это неадекватно и так нельзя себя вести. И вот, что сказал по этому поводу Пригожин. Ему это не понравилось. Он сказал, что так нельзя вести себя, ребята. Это ваше лицо. Вы зачем его так пачкаете? Цитирую. Можно по-разному относиться к Галкину, но это не дает повода мне поддерживать то, что сделал этот человек. Чисто скотский поступок. Быть россиянином, быть за Россию, это не быть свиньей. Видите? Что вы скажете теперь Пригожину? Ну, знаете, прям тот случай, когда и не возразишь. Помните, я вам недавно рассказывал о том, что Дженнифер Лопес якобы пошла к детям Бена Аффлека с ними провести время. Ну, была такая информация, инсайдеры как будто бы слили это все в СМИ, как обычно, случайно. И вот появились фото, что действительно Дженнифер Лопес снимали на шопинге с сыном Бена Аффлека. Ну и, в общем, они после прогулки поехали в новый дом Бена Аффлека. Так что я не знаю, что тут происходит. Развод отменяется или как? Ох уж эта семейная парочка Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Вот это они, конечно, там интригу крутят. Но говорят, что якобы они развелись, просто Дженнифер Лопес очень хорошо относится к его детям. А может быть, таким образом пытается все-таки как-то его вернуть. Я не знаю, ребят, тут нужно много версий строить. Ну, посмотрим. Время все расставит по местам. Корейцы придумали электрошапку против переедания. И мне прям такая нужна. Значит, она воздействует на мозг, чтобы уменьшить аппетит. Класс. Особенно, если вы заедаете стресс. Это прям вот про меня сейчас. Аппетит снижается. Вес не набирается. Эту шапочку, этот шлем хотят сделать как безопасную альтернативу таблеткам. Я хочу себе этот шлем. Он мне просто необходим. А можно такой шлем, чтобы вообще, там, знаете, по минимуму есть? Вот, это было бы классно. Многие задаются вопросом, когда уже у Рианы выйдет альбом. И там были какие-то прогревы, что якобы вот-вот у Рианы выйдет уже новая песня или альбом. Ну, смотришь на нее и понимаешь, зачем ей это все? Она уже успешная бизнесвумен. Все, что можно, заработала, доказала и успешно дальше продолжает зарабатывать. Ну, с семьей отдыхает, проводит время. А вы знаете, это правильно. Мне кажется, что она абсолютно выбрала верный путь. Она уже успешная. У нее куча денег. Ну, когда, как не сейчас, уделять время своим прекрасным маленьким детям? Я ее поддерживаю. А на сцену она может вернуться хоть через пять лет. Вот, поверьте. Ее будут ждать обязательно. И люди будут рады ее возвращению. Ну, я так думаю. А вы согласны со мной или нет? Успешные друзья Брэд Питт и Джордж Клоуни. Брэд Питт в 60, Джорджу Клоуни в 63. Выглядят потрясающе. Появились на обложке журнала. GQ. Непривычно, да? В последнее время столько всего происходит с темой небинарности. А тут вот два стандартных мужика. Красавцы. Друзья по жизни. Видите, все-таки в шоу-бизнесе бывает дружба. Джефф Безос для себя и своей невесты, например, прикупил новую игрушечку. Всего-то там за 500 почти миллионов долларов. Яхту. На которой он пустит на Сардинии. Кстати, хочу побывать там. Но я так понимаю, там очень дорого. Кто отдыхал на Сардинии? Делитесь с выражением. А отдыхают они не сами. Потому что они очень хорошо дружат. Знаете с кем? С Кэти Перри и Орландо Блумом. А я вам вчера тоже об этом рассказывал. Как Орландо Блум и Кэти Перри весело проводят время. Оказывается, они в компании Безоса и его женушки. Замечательно. Замечательно прекрасно. Видите, дружба есть. Всем хорошо. Все счастливо отдыхают. Я вообще за то, чтобы всех так было в жизни. А Макдональдс во Франции хочет убрать соус карри из меню на 4 месяца. Потому что французы обиделись на бискетболиста Стивена Карри из США. Карри забил важный трехочковый бросок за 33 секунды до конца матча на Олимпийских играх. И США выиграли у Франции золото. Поэтому французы обиделись и решили таким образом протестовать. Убрать соус карри из Макдональдса. Логики, конечно, в этом всем я не вижу. Но эта Олимпиада, она вообще уникальна в этом году. Поэтому чему тут удивляться? Просто напишите комментарий свой. И мне будет хорошо. И Ютубу будет хорошо. И вы выскажитесь. И всем. И все только в плюсе. Какие неожиданные новости из жизни Нади Дорофеевой? Значит, тут наши ведущие, как обычно на Люкс.фм, рассказали о том, что ее нынешний муженек Кацурин и Надя Дорофеева ждут ребенка. Якобы она скоро станет мамой. Ну, все это преподносится, как, конечно, сплетни слухи. Но я думаю, не просто так. Хотя, в принципе, ничего удивительного. Надя Дорофеева успешная, молодая и, в принципе, нормально. Почему нет? У них же там любовь, морковь. Поэтому вполне реальная себе новость. Поэтому, скорее всего, Надя Дорофеева скоро станет мамой. А документальный фильм о Яромчуке собрал за первый уикенд проката почти 2 миллиона гривен. В жанре документального кино такой большой стартовый успех был только у фильма Птушкина «Мы наши любимцы и война», который собрал за первый уикенд почти 2,5 миллиона. И это прекрасно. Мы поздравляем всех создателей и желаем дальнейшего успеха. Кто уже ходил на этот фильм, расскажите, как вам понравилось, не понравилось, очень интересно. Я не совсем понял. У нас тут в украинском шоу-бизнесе намечается какой-то скандал. А кто в нем принимает участие? Я вам сейчас расскажу. Ольга Фреймут, Оля Полякова и Маша Ефросинина. Неожиданно. Во-первых, Оля Фреймут недавно вернулась в Украину. Если кто-то не знает, это очень известная ведущая в прошлом. Сейчас, я так понимаю, она больше занимается каким-то личностным ростом. Ну, этикет, курсы какие-то там преподают и так далее. Значит, она вернулась в Украину и выставила у себя сториз, где, значит, Оля Полякова и Маша Ефросинина еще в мирное время вели какие-то трансляции, я не знаю, когда это было. Ну и, в общем, они там были как-то шутили над Тиной Кароль или что-то такое. Ну и, в общем, Оля Фреймут почему-то сейчас выставляет сториз и говорит «Объясните мне, пожалуйста, что эти тети говорят буллинг успешной одноклассницы Тины Кароль». Ну, то есть она намекает на то, что Маша Ефросинина и Оля Полякова таким образом решили устроить травлю Тине Кароль. Ну, в общем, Тина Кароль прям бедная и несчастная. Ее, знаете, так позиционируют какой-то жертвой. Я прям вот не сплю ночами и переживаю по этому поводу. Вообще, если честно, я не понял, почему сейчас, к чему это все, что происходит. Оля Фреймут, про которую вообще ничего не было не видно, не слышно, которая себе успешно, замечательно живет в Лондоне, у нее все супер. Приезжает в Украину, достает вот это видео, которому уже три года где-то. Ну, это все еще довоенное время было, где она припоминает этим двум тетям, как она сказала, Маше Ефросининой и Оле Поляковой, что они такие нехорошие редиски решили троллить и издеваться над бедной и несчастной Тиной Кароль. А я догадываюсь. Дело в том, что Маша Ефросинина и Оля Фреймут у них там личная. Значит, Оля Фреймут сейчас живет с мужчинкой, который заведовал новым каналом. А Маша Ефросинина когда-то хотела его себе заполучить. Она очень старалась, но в итоге ничего не получилось, потому что мужчинка выбрал Олю Фреймут. В общем, с того времени у них такая нелюбовь к друг другу, которая тянется до сих пор. И при любой возможности, даже несмотря на то, что вся эта ситуация произошла еще в 2020 году, Оля Фреймут не останавливается и всячески дает понять, что Оля Полякова и Маша Ефросинина, я думаю, конкретно здесь больше к Маше Ефросини, что невоспитанные тети, которых она ждет у себя на курсы по этикету, и научит их всем главным правилам этикета, вежливости в жизни и отношении к людям. Интересно, интересно, чем ответят две эти тети, как сказала Ольга Фреймут. Не я. Я не совсем понял, а что происходит. Значит, насчет Олега Веника. Буквально немножко, да. В последнее время стало как-то много видео появляться, какие-то новости, была тишина, такой штиль. То есть началась полномасштабная война в Украине, главный певец среди мужчин в Украине куда-то исчез, никто не знает где он, потом появляется новость о том, что он якобы там очень серьезно болен, потом выясняется, что все это неправда, потом опять какие-то новости появляются, что вот он молодец, несмотря на то, что он там живет за границей, в Украину не собирается, но он помогает ребятам, в общем, пиар-компания работает и так далее, и потом снова тишина, и все. А я вам помнить, тогда сказал, что придет время, и все равно он приедет на своем коне, и расскажет каких-нибудь печальных историй, и все будет супер прекрасно. Вот сейчас я смотрю, как будто, знаете, планово понемножечку у нас готовят к тому, что Олег Веник возвращается, потому что весь ТикТок им завален, постоянно пишут и пишут. Вот по дню независимости Украины выйдет его песня новая, понимаете, случайно ли это? Не думаю. Так что, вовчиться и застречает, и Олег Веник возвращается. Радовая этому или нет? Ну что, Клавдия Петривна, как и обещала, выпустила альбом, он уже вышел, и не просто вышел, он еще и возглавил рейтинг в Apple Music, с чем мы поздравляем нашу молодую, начинающую, самую загадочную певицу, Клавдию Петривну. Почему загадочную? Потому что она так же, как и я, не показывает себя, но мне это простительно, я же не на сцене, а вот Клавдия Петривна продолжает тянуть интригу. Хотя многие догадываются, кто это. Напомню, совсем скоро у нее там два палаца спорта, новый альбом, который сразу же успешно ворвался в Apple Music. Мы можем только восхищаться и желать ей всего самого хорошего. Надеюсь, коллеги по цеху там сильно на себе волосы не выдирают от ее успеха. Ну и, пожалуй, последняя новость из рубрики основных на сегодня будет посвящена львовским круассанам. Это такая сеть в Украине, там ее очень, кстати, вкусные круассаны, и недорогие относительно, если можно так сказать, да. Вот, мне лично нравятся. Они были сначала во Львове, потом во всей Украине, а теперь вот львовские круассаны открылись и в США. Так что, я так понимаю, жители США, встречайте, скоро будете наслаждаться. Зачем вам Макдональдс, когда есть львовские круассаны? Все это похоже на то, что мне заплатили, если бы я был бы очень рад, но мне никто не платили. Надо написать им и сказать, что обязательно мне баблишко подкинули за рекламу. Так что, ребята, в Атланте, это штат Джорджия, кто там живет, можете найти львовские круассаны. А основал это все Андрей Галатский. С чем мы их и поздравляем. На этом основные новости на сегодня все. Еще будет рубрика «Добра» и поболтаем. Перед тем, как перейдем к хорошему, прекрасному, так заговорился, что совсем забыл вам напомнить, чтобы вы поставили лайк, сердечко, вподобайку, это все одно и то же. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к нашему прекрасному комьюнити, и не забывайте оставлять комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше. Не скупитесь, только не приходите на личности, никого не оскорбляйте, всегда к этому призываю. Давайте оставаться людьми, культурными, по этикету, как учила Оля Фреймут, и дискутировать, а не переходить на личности. Лайк поставили, спасибо, врываемся в рубрику «Добра». И начну я сразу с прекрасного, хотя у нас тут все замечательно. Хочу вас познакомить вот с этим спасенным Блэйдом. Дело в том, что ему была уготовлена не очень хорошая судьба, не будем вдаваться в подробности, но самое главное, эта история со мной поделилась зрительница нашего с вами прекрасного канала. Она сказала, что ее брат вот это вот чудо к себе забрал, приютил, вырастил. Он сейчас совсем молодой, его зовут Блэйд, ему два года, он обожает мороженое. Здоровые, счастливые, и самое главное, спасибо прекрасной зрительнице, которая по-прежнему не хочет, чтобы я о ней говорил, она очень помогает, но вот не хочет. Видите, вот так настоящее доброе делается, когда люди остаются в тени, а помогают много. Она категорически против, чтобы я о ней говорил вслух, даже имя упоминал, но вот сказала, что мой брат спас вот этого прекрасного Блэйда. Спасибо вам. Мотылек умудрился набрать лапками номер квартиры и позвонить по домофону, ответили ему или нет, это уже не важно, но самая главная история забавная. Вот так вот потом у людей крыша может поехать, когда вы просто сидите дома ночью, а вам кто-то звонит, а оказывается, это просто был мотылек, так что имейте в виду и не ищите каких-нибудь потусторонних сил. О, еще одна классная история о том, как бездомный котик привел ветеринаров к котенку, у которого была перебита задняя лапка, представляете, вот эта история. Кот сам пришел к ветеринарам, попросил их, ну как, понятное дело, на своем языке, он показывал, чтобы они шли за ним, а там был его товарищ, представляете, ему, конечно же, оказали помощь, а этот его дружочек ждал, представляете, вот это вот животные нам, конечно, транслируют, невозможное, я каждый раз поражаюсь. С котиками все прекрасно, людям спасибо. А здесь у нас слоненок, который еще до конца, конечно, не научился управлять хоботом, потому что еще совсем маленький, пришел с мамочкой на водопой для того, чтобы попить водички, ему, конечно, пришлось приложить немало усилий, он еще совсем вот юный, недавно появился на свет. Детеныш из слонов осваивает навык владения хоботом примерно к году, первые месяцы жизни он малышам особо и не нужен, потому что основным рационом для них, конечно же, является мамино молоком. Понимание того, что хватать предмет и набирать хоботом воду приходит слонятам значительно позже. Малыш на видео только лишь начинает постигать мастерство обращения к хоботом, но видно, что он очень старается, у него обязательно все получится, особенно, когда рядом любимая мамочка. Ну и напоследок вам еще одна хорошая история о том, как женщина неравнодушная спасла маленького совенка. Так каким-то образом он оказался один, скорее всего, выпал из гнезда. Мамы и папы рядом не было, женщина его забрала к себе для того, чтобы он не погиб. Она его растила, выхаживала так, чтобы он не сильно привыкал к ней и обязательно вернулся в дикую природу. И этот день Икс настал, он вырос, окреп, и женщина его отправила. Вот такая вот она доброта, понимаете, повсюду. Все-таки добрых людей очень много. И всем большое вам спасибо за то, что у вас такое сердце, за то, что стоите с людьми и помогаете, особенно самым незащищенным, это нашим животным. На этом рубрика Добра все. Давайте еще немного поболтаем, не уходите. Так, буквально немного хочу продолжить тему. По-моему, позавчера я вам говорил про свой антирейтинг так называемых политологов, экономистов, журналистов и так далее, которые вещают на тему актуальную сегодняшней войны, к сожалению, да. Это самая горячая, обсуждаемая тема, никуда от нее не денешься. Как бы мы там себя не зарывали, куда. Так вот, наслушавшись многих, я не говорю, что всех, всех невозможно переслушать, но я очень многих слушал, разных, с разных стран, ну, потому что мне важно было понять, кто и что вообще несет. И какой я сделал для себя самый главный вывод, насмотревшись всех этих блогеров, экспертов, политологов, экономистов и просто Арестовича. Во-первых, все, что я сейчас скажу, это просто бред сумасшедшего, так как я не в себе, поэтому не воспринимайте всерьез. все, что я говорю, это личное, субъективное мнение, которое не имеет никакого отношения к правде. Я просто говорю то, что я вижу, то, что я чувствую. А хотите, слушайте, хотите не слушайте, это ваше личное право. Я никому свое мнение не навязываю. Это так, для уточнения. А теперь перейдем к выводу. А вывод я сделал такой, что нифига они не знают. Занимаются они просто, по моему мнению, популизмом, бла-бла-бла, какие-то теории, и много может быть, не может быть, лево-право, вперед-назад. Ни-че-го. Все эти громкие заявления про каких-то там источников, от спецслужб, это просто какой-то хайп, который не имеет никакого отношения к правде. Есть еще другие эксперты, которые хорошо изучили историю, они в этом хорошо очень себя чувствуют, они начинают проводить какие-то параллели, они отталкиваются от каких-то исторических событий, от того, что уже было, но, видимо, забывают, что сейчас уже совсем другое время, и кто вообще сказал, что все будет именно так же в нашем 21 веке. В общем, это все субъективное мнение отдельных людей, не имеющие никакого отношения к правде, без каких-либо пруфов, как говорят, или аргументов, так будет понятнее, да, а просто болтовня. Для меня это болтовня ради хайпа и зарабатывания денег, ибо политологи и эксперты не будут так сильно зацикливаться на каких-то лайках, как они это делают, а я прям вижу, что для них это самое важное, они купаются в этой славе, им это нравится. Я вам больше скажу страшную вещь, то, что я для себя началась, потому что что они потом будут делать, кому они будут нужны и интересны, да, никому. Даже я, будучи просто блогером, который вообще никакого отношения к этой всей теме не имеет, хотя, поверьте, многих других людей я просто сплетник, но пусть будет. И то, я так с лайками не стараюсь, как они, хотя мой контент и работа просто как бы обязывают это делать. А они просто играют в спектакль, тешат свое эго, жонглируют, и, кстати, неплохо там жонглируют, переставляют слова, громкие заголовки, а правды в этом нет, потому что никто им ничего не докладывает, как они об этом громко говорят. И все эти сказки и предположения просто пшик. Это просто пшик для контента. Так может каждый сидеть и болтать, и даже я, и даже вы, любой. Они сами не знают, что, когда и как там будет, и чем продолжится, чем закончится, и куда это все завернет, куда вывернет. Но тут чисто, знаете, как шоу, я наблюдаю, и все. Какие-то вещи я для себя беру, я не могу сказать, что прям вот все это впустую, а какие-то вещи они для меня исторически открывают, какие-то умные слова новые для себя изучают. Но все-таки я расширяю свой кругозор. Но воспринимать это как правду их предсказания нет. По факту они берут какую-то новость, которую мы и так все с вами знаем, потому что это произошло. Об этом все телеканалы мира рассказывают и начинают ее обсасывать со всех сторон. Долго, перебирая все возможные варианты, как это может быть. Класс вообще. Но так это просто вот, ну реально какое-то отвлечение, развлечение, успокоение народа. Я не знаю, каждый свое что-то там делает. Ну, как по мне, только в Ютубе, который дальше продолжает вот что-то нести и как по мне засирать людям мозги. Но ничего же не изменилось, кроме того, что иногда они там в этом Ютубе матерятся. На телевидении они этого не делали, а ведь многие из них перебрались с телевидения в Ютуб. Ребят, вот такой момент, обратите на это все внимание. Такая, знаете, обертка телевизионная сменилась, да? А содержание все тоже. Они же все на теле как сидели и мелькали бесконечно. Теперь все на Ютубе. Ну вот, собственно, у меня к вам вопрос. Какая разница? Люди с телевидения пришли. Но это еще не самое главное. Вы просто сами себе задайте этот вопрос, ну и ответьте на него, если хотите. Они, конечно, пытаются оказаться свободными, блогерами, экспертами, но по факту все тот же ящик, бла-бла-бла, без каких-либо фактов. А новости я могу и так прочесть, как и вы. Но если, конечно, кого-то это успокаивает, там отвлекает, или вы что-то новое для себя там получаете, что-то узнаете, это, конечно, будет польза. Но не обманывайтесь. Как по мне, это просто, знаете, люди с телека перебрались на YouTube, а ведь только поясните информацию, многие из них там были, они теперь перебрались все туда и якобы под, как это, под лозунгами свободные блогеры начинают, в принципе, делать все то же самое. Ничего нового. Ничего не изменилось. Засырание мозгов продолжается. Я, конечно же, не прав. И все, что я сказал, это полный бред сумасшедшего. Вы это помните. Поэтому смотрим, следим и, конечно, верим. Особенно Гордону. Помните, в этом году все закончится, так заявил Гордон. Вот и посмотрим, как он был прав. Если я ошибся, я публично выйду и скажу, как я был не прав. Вообще, корона не упадет, гордость не помешает. Но пока что я думаю, что я прав. Еще как. Так что, сильно там не обольщайтесь. Телек на YouTube делает дальше свою работу. Просто после просмотра моего видео задайте себе этот вопрос и ответьте сами себе. Не мне даже. Ведь все эти люди, еще раз повторюсь, и есть тот самый телек в прошлом. Теперь он просто на YouTube. И, скорее всего, вы сами их и искали на YouTube, потому что привыкли знать этих людей. Кто-то из телека, кто-то вообще, точнее не кто-то, они все еще каким-то образом связаны с политикой. Еще такой важный момент, который я бы хотел, чтобы вы для себя отметили. С политикой. Вот, например, меня часто спрашивают, а что ты думаешь, когда это все закончится? А я отвечаю честно, в отличие от них. А я не знаю, откуда я могу знать. Ну вот кто мне об этом будет говорить? Я думаю, что никто не знает. Откуда мы можем знать? Не знаем. Вот представьте, просто логически, вот кто-то из них якобы там ссылается на какого-то там эксперта, неважно откуда он, который точно все знает и рассказывает. Ну как это вообще все должно выглядеть? Я себе с трудом это представляю, что вот я там, допустим, сижу на тему политики, вещаю, мне там кто-то позвонили из офиса президента, говорят, так, Женя, вот сегодня будет так, так и так, иди рассказывай, да? Так вы что ли это себе представляете? Ну никто об этом не будет говорить. О боже упаси, я не верю в это. Верю. Для меня это просто манипуляция и контент, эго, не знаю, пожонглировать словами, засрать людям мозги и дать какую-то, может, надежду. Мы все помним про 2-3 недели, я уже сбился со счета, как каждый из них вообще там перебывался, не то, что в полете, вот столько времени, сколько я за ними, ну вот несколько месяцев в последних, я глубоко вот это все вник, я за ними слежу, что они говорят, я запоминаю какие-то вещи, да, для себя откладываю, но знаете, как говорят, перебываются в полете, многие из них, не то, что в полете, они еще даже не доехали до аэропорта, они уже перебулись 28 раз, понимаете, представляете, какие первые это будут в полете, но это опять-таки, для меня это все манипулировать сознанием людей, которые даже этого, наверное, многие не понимают и не замечают, ну как-то так, правды они не знают, а может даже, если что-то и знают, есть такая вероятность, то вряд ли они об этом когда-нибудь скажут, ну вот кто позвонит Гордон и скажет, во время войны какую-то правду вещать, как вы себе это представляете, ну логически, чисто, давайте вот 2 плюс 2 сложим, по мне тут даже обсуждать нечего, ну вот такой вот был у меня доклад по поводу всего, что я думаю, такой вот вывод я сделал, но ваше мнение мне очень интересно, пока вы пишете, я пойду осваивать Таро, потому что тоже интересная тема, раз такая песня, а что мне в ТикТоке тоже расклады не делать, ах да, еще чуть не забыл, еще важная вещь, ну или факт, что да, очень важно, я уже говорил, еще раз повторюсь, что все эти эксперты в той или иной мере, они связаны с политикой, это важно, кто-то из них там был депутатами, кто-то из них там советниками был, кто-то еще, просто покопайтесь в их биографии, как это делал я, и они все связаны с политикой, мы с вами прекрасно понимаем, что политика это там, где вам правды никогда не скажут, вот и все, но я говорю, что это чисто мое субъективное мнение, бред сумасшедшего, и вы можете, конечно, с этим не соглашаться, напишите, что думаете вы, очень много и так времени я им уделил, все, я бы еще много чего сказал, ну как-нибудь в стриме более детально, просто, знаете, я пытаюсь все время как-то логически все складывать в своей голове, и вот то, что они делают и говорят, вообще не складывается, вообще никак не складывается, но зато я вижу, как многие из них купаются во внимании, им это нравится, вот это вот то, что я увидел, лайки, комментарии, подписки, о которых они регулярно говорят, ладно, пусть будут, если кому-то это помогает, почему нет, все, ребята, у кого сегодня день рождения, именинная, поздравляю всей души с вашим днем рождения, с вашим днем, и желаю вам всего самого наилучшего, самое главное, гармония во всем, внутри, в жизни, любовь, успех, удача, вам и вашим близким, и родным, и дорогим вам людям, и конечно же, чтоб здоровье никого из вас не подводило, и жизнь была только в удовольствие и в кайф, живите сегодня, и думайте иногда еще про завтра, это тоже важно, и всем нам с вами, мирного неба над головой, до завтра, пока-пока.